Продолжение следует... 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 И 2 июня в холдинг компании «Термен». Зачем здесь запись? И в хамской форме бухгалтер смеялся, говорит, что вы сюда ходите, как на работу каждый день. Я как будто вам нравлюсь, что вы сюда ходите и так далее. То есть они не собирались знакомиться, знакомить меня с этими материалами. Это понятно почему. Потому что оборудование все разворовано. 98 единиц транспорта разворовано. И они хотят скрыть эти документы. Я подал уже 3 месяца назад писать. Они могли прийти сюда. Вот папочка вот такая документов тех не больше. Я думаю, я не знаю сколько их. Но думаю, не больше. То, что мы указываем. 5-6 собраний было. 5-6 наблюдателей советов. И говорят, дайте искать, вот ознакомься. Присуются ли сюда. Но они этого не сделали. Они наврали, что с первого числа я могу ознакомиться. Ни первого, ни второго, ни до этого, ни вчера. Я так и не смог ознакомиться. Больше я туда уже не пойду. Я не плову. Я гражданин. У меня есть права. Все. Это видео дали от 7-го, 6-го, 17-го року. Да. А где вы попередили, что вы придете с 7-го, 6-го, 17-го року? А было мне сказано, что в любое время, в любое время рабочее я могу прийти. Во-вторых, она здесь это говорила несколько раз. Что в любое время. Во-вторых, уставе не написано, что я должен предупреждать. Я написано, что я в любое время могу прийти. У меня есть такое вопрос. Вы мне поведомляли. Нет. Меня поведомили, что я могу. Акастафьева 6-го числа поведомила. Я задал вопрос, когда я могу прийти в Галзе. Я говорю, прийду тогда, когда расскажу. Я не знаю, как я должен. Я зрозумела. Я имею в виду только одно вопрос. Вы их в письмовой форме не поведомляли, что вы придете с 7-го, 6-го, 17-го року? А я бы не успел быть. Я физически не смог бы успеть. У меня одно вопрос. Вы не поведомляли. Я ответил, я не успел физически это сделать. У меня не было возможности. Потому что об этом я узнал 6-го вечера. Как бы я сообщил, что я 7-го приду. 8-го, последнее заседание. Я физически не смог это сделать. Я бы поведомил, но не успел. Ваша честь, дайте увагу, что в пункте 12.5 статута предприятия. Глава Збори организовывала введение протоколу. Книга протоколу должна быть в любой час надана участникам товариства. В любой час. На их вымогу помене выдаваться, свечи не вытягивали. Законирую документы. Функт 12.5 статута, Ваша честь. Функт 12.5 статута, Ваши 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 честь. Макарова Константинна, руководящая до товариства смешено відповідальности в полотенцах компаний «Інтернет» про заболевание, обучение терпельных действий и стягивание моральными шкодами. Розглянувши материалы справа, выслухавший позывача и передача, оформляющей статтями 49, 82, 85, государственного процессуального кодекса «Украина», Господарский суд вырешил позывачу позову відмовить полностью судья Петрова. Решение будет выгодно в установке законов. А чего? Можете рассказать. Отримайте решение, подбивайтесь. А вы еще не знаете, почему вам надо запитать?